итак всем привет уважаемые гости и подписчики моего канала канал напоминаю называется мегаджет блок и так сейчас у нас на на обзоре телефон сегодня redmi 4 pro или prime и на него прилетела новая глобальная прошивка версии 10 2 1 сам телефон обновился поэтому процесс обновления показать не могу вот но давайте посмотрим что же у нас изменилось прошлая версия была мере 10 1 1 0 сейчас мере 10 2 1 0 итак смотрим значит android у нас здесь не изменился к сожалению версия модуля связи не изменилась система безопасности не изменилась вот здесь на первой странице у нас ничего не изменилось если по нас здесь появилась android 8 то ребята это был бы телефон хит номер один на сегодня итак смотрим давайте начнем пожалуй как всегда с автономности открываем батарею и как мы знаем здесь приложение у нас тоже изменилось теперь всегда начинается с проверки запуска этого приложения находит проблемы добавляет автономности так и как мы видим счетчик тоже здесь неправильно показывает 15 идеи часов работы два часа отработала то 17 часов через сутки даже больше ребят я заметил восстанавливается правильная картина времени работы вот до этого момента к сожалению не показывает правильно счетчик вот ну здесь как мы знаем самая наша знаменитая автономность четыре дня работая телефон как нечего делать вот это в среднем режиме если в режиме ожидания то он может и неделю лежать разряжаться так дальше значит смотрим блокировкой защита управление отпечатками пальцев есть управление значит лицом разблокировка по лицу не появилась многие спрашивали значит давайте зайдем в камеру и посмотрим что у нас здесь по характеристикам значит здесь к сожалению в характеристиках только ускоренная slow money появилась хотя могли бы добавить да и могли бы добавить электронную стабилизацию ребят и тут бы было просто телефон хит номер один вот 60 fps не появилась но здесь есть full hd 1830 fps видеосъемка вот и как мы знаем камера здесь достаточно хорошая уж я не помню сколько 12 или 16 мегапикселей одно программное и к сожалению испортили испортили проблема была изначально запись звука в видео да там звук был плохой но потом удалось заклеить верхний микрофон шумоподавления и звук стал получше потом с прошивками этот момент немножечко подправили но не до конца к сожалению вот и видео на эту тему есть на канале кому интересно можете смотреть так далее открываем youtube смотрим что youtube запускается так находим свой канал вот и видим что дочка отписалась от меня почему-то бессовестно так запускаем последнее видео и так звука надо добавить как мы видим youtube запускается достаточно быстро все работает никаких собственно нареканий нет дальше дальше давайте перейдем в браузер увидим как быстро все открывается по традиции зайдем в mail.ru смотрим новости вот умер сергей юртик земля пухом к сожалению хороший актер очень хорошо играл как помните вместо встречи изменить нельзя он играл мужа которого обвинили убийстве жены не обоснованно так ребят ну ладно это отступление все хорошо как мы видим автономность и четкость работы отличная до никаких багов фризов не наблюдается в этой прошивочке так кнопки назад работают хорошо значит свободной памяти значит свободной памяти когда мы сбрасываем 1 и 2 из 3 вот но это кто потому что много игр у дочки установлено если игры удалить будет 1 и 5 1 и 6 из 3 напоминаю чем больше игр вы там устанавливаете программ тем сильнее тем меньше памяти остается свободной в телефоне так камеру мы посмотрели видео посмотрели youtube посмотрели браузер посмотрели так что еще вам показать ребята давайте посмотрим программу спид тест что там тут нам хочет запустить нам это не надо так теперь у вас есть возможность использовать динарные соединения которые лучше всего подходят для тестирования через vpn и для или для имитации загрузки одного файла вот видите в программе появились обновления так ну и начинаем почему я хочу показать вам ребят здесь смотрим сеть у меня 70 мегабит и как мы видим вот он знаменитый модем 4 pro который тянет 75 и 70 и до 90 но бывают скачки я говорил что оператор нормально у меня провайдер дает больше ни один современный сяоми смартфон такую скорость не дает только вот айфоны десятые там где у них стоят 200 мегабитные модемы вот пожалуйста результаты скорости подключения к вайфаю не один современный сяоми больше 40 50 и 100 мегабит это где-то будет максимум 70 80 если 50 то и так будет 30 25 вот пожалуйста что здесь делает вот очень мощный модель у нас здесь он в два раза мощнее чем на остальных сяоми здесь он до 150 мегабит на остальных сяоми я смотрел но вот 5 прочие 6 он 72 мегабита всего ну соответственно минус потери вот такая вот результаты и получаются так ну что ребят вывод какой вывод однозначно ставить можно компания сяоми не при не перестает удивлять да уже вроде бы запустили 11 ios 11 разработку но почему-то телефон Redmi 4 prime взял и обновился без предупреждений без каких-то либо новостей да на официальном сайте ничего не было но прошивка тем не менее прилетела что не может не радовать на этом все не забываем подписываться на канал как видим телефончик живет всем удачи всем спасибо пока пока пока